Сегодня в России отмечают День Учителя, праздник всех работников сферы образования. Этот день – еще один повод сказать своим преподавателям спасибо. О профессиональном становлении и любви к детям педагоги рассказали нашей съемочной группе. За спиной у Аллы Быстровой 35 лет стажа, работа в двух вузах, высшая квалификационная категория и кандидатская диссертация. На уроки в любимую гимназию она идет с радостью, ведь еще в детском саду поняла, что профессия учитель и ее призвание. Возможно, я вот сейчас уже так размышляю, что это проявились мои гены. Мой прадедушка был статским советником, директором гимназии в Нижегородской губернии. Я так вот сейчас думаю, но как-то для меня вот этот выбор был очень давно сформирован. Алла Вячеславовна всегда любила гуманитарные науки, особенно английский язык, поэтому трудностей с выбором дисциплины не возникло. Педагог отмечает, что с 80-х, когда она только пришла работать в школу, дети сильно изменились. Однако у хорошего учителя всегда найдется подход к любому ребенку. Ну, их, наверное, любить нужно. Я не скажу, что я добрый учитель. Но когда к ним относишься с уважением, ну, наверное, все и получается. Как-то не продумываешь подход. Ну, во-первых, мне нравится английский язык. В принципе, очень интересный язык. Само по себе интересное его изучение. Ну, и преподает хорошо, интересные уроки. В портфолио у преподавателя английского языка муниципальные и областные награды. В этом году педагог примет участие в конкурсе «Лучший учитель Подмосковья». Алла Вячеславовна, вот вам подарок от нашего канаделаса гнева учителя, чтобы вы оставались такой же доброй и красивой. Спасибо. Самое главное, ключевое слово «добрый». Сложна, ответственна работа и с малышами. В поселке Пролетарске несколько раз менялось название детского сада «Радуга». Но неизменно, уже более 20 лет, Криуненко Наталья Александровна и Баженова Юлия Владимировна помогают познавать мир самым маленьким. Я выбрала свою профессию по велению души. У меня старшая сестра, тоже воспитатель. Правда, сейчас она работает логопедом. Вот. И у меня просто не было, ну, не хотелось другой профессии. Профессия очень важна. Мы, ну, относиться хорошо к детям, и я очень люблю детей. Любовь и терпение – ключевые качества для представителей этой профессии. В условиях сегодняшней занятости родителей воспитатели становятся мудрыми и добрыми помощниками для малышей. Как вот дети на вас реагируют, как встречают? С улыбкой. С улыбкой уходить не хотят из детского сада. Приходят в хорошее настроение и уходят из детского сада в хорошее настроение. Поздравляют вас с профессиональным праздником? Поздравляют. У нас с родителями очень хорошее отношение. Мы работаем совместно с ними. То есть большая, огромная помощь оказывается родителям. Я справляюсь хорошо. Подход всегда нахожу к детям. Воспитанники Натальи Александровны и Юлии Владимировны уже взрослые и теперь приводят в родной детсад своих малышей.